Объем конуса Мы продолжаем изучение раздела стереометрии тела вращения. К телам вращения относят цилиндры, конусы, шары. Вспомним определение. Высота — это расстояние от вершины фигуры или тела до основания фигуры или тела. Иначе отрезок, соединяющий вершину и основание фигуры, и перпендикулярный ему. Вспомним, чтобы найти площадь круга, нужно π умножить на квадрат радиуса. Площадь круга равна πr квадрат. Вспомним, как найти площадь круга, зная диаметр. Так как радиус равен половине диаметра, подставим формулу и получим s равно πd квадрат на 4. Конус тоже является телом вращения. Конусом, точнее круговым конусом, называется тело, которое состоит из круга, основания конуса. Точки, не лежащие в плоскости этого круга, вершины конуса и всех отрезков, соединяющих вершину конуса с точками основания. Познакомимся с формулой нахождения объема конуса. Теорема. Объем конуса равен 1 трети произведения площади основания на высоту. Докажем данную теорему. Дано конус, s – площадь его основания, h – высота конуса. Доказать. v равно 1 третий s основания, умноженной на высоту. Доказательство. Рассмотрим конус объемом v, радиусом основания r, высотой h и вершиной в точке o. Введем ось ox через om, ось конуса. Произвольное сечение конуса плоскостью α, перпендикулярно косе ox, является кругом с центром в точке m1, точке пересечения этой плоскости с осью ox. Обозначим радиус этого круга через r1, а площадь сечения через s от x, где x – абсцисса точки m1. Из подобия прямоугольных треугольников om1a1 и oma, угол om1a1 равен углу oma, прямые. Угол moa – общий, значит, треугольники подобны по двум углам. Следует, что отношение om1 к om равно отношению r1 к r. Из рисунка видно, что om1 равно x, om равно h. Или x относится к h, как r1 к r. Откуда по свойству пропорции находим r1 равно xr, деленное на h. Поскольку сечением является круг, то s от x равно πr1 квадрат. Подставим вместо r1 предыдущее выражение. Площадь сечения равна отношению произведения πr квадрата на квадрат x к квадрату высоты. Применим основную формулу вычисления объемов тел. При a равном 0, b равном h получим выражение. Так как основание конуса круг, то площадь s основания конуса будет равна πr квадрат. В формуле вычисления объема тела заменим значение πr квадрат на площадь основания и получим, что объем конуса равен 1 трети произведения, площади основания на высоту. Теорема доказана. Следствие из теоремы. Формула объема усеченного конуса. Объем v усеченного конуса, высота которого равна h, а площади оснований s и s1, вычисляется по формуле. v равно 1 третья h, умноженное на сумму площади оснований и корня квадратного из произведения площади оснований. Решение задач. Задача первая. Прямоугольный треугольник с катетами 3 см и 4 см вращается около гипотенузы. Определите объем полученного тела. Решение. При вращении треугольника вокруг гипотенузы получаем конус. При решении данной задачи важно понимать, что возможно два случая. В каждом из них мы применяем формулу для нахождения объема конуса. Объем конуса равен 1 третье произведения основания на высоту. В первом случае рисунок будет выглядеть следующим образом. Дан конус. Пусть радиус r равен 4. Высота h равна 3. Объем конуса равен 1 третье произведения площади основания на высоту. Площадь основания равна произведению π на квадрат радиуса. Тогда объем конуса равен 1 третье произведения π на квадрат радиуса и на высоту. Подставим формулу значения. Получается объем конуса равен 16π. Во втором случае вот так. Дан конус. Пусть радиус r равно 3. Высота h равна 4. Объем конуса равен 1 третье произведения площади основания на высоту. Площадь основания равна произведению π на квадрат радиуса. Тогда объем конуса равен 1 третье произведения π на квадрат радиуса и на высоту. Подставим формулу значения. Получается объем конуса равен 12π. Ответ. Объем конуса V равен 16π или 12π. Задача вторая. Дан прямой круговой конус с радиусом 6 см. Угол ВЦО равен 45 градусов. Найдите объем конуса. Решение. К данной задаче дается готовый чертеж. Запишем формулу для нахождения объема конуса. Выразим ее через радиус основания. Находим H равно BO по построению. Треугольник BOC прямоугольный, так как угол BOC равен 90 градусов. Угол ВЦО равен 45 градусов. Значит, угол ОБЦ равен 45 градусов. Сумма углов треугольника. Углы при основании равны. Значит, треугольник BOC равнобедренный. И BO равно OC равно 6 см. Значит, объем равен 72π квадратных сантиметра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...